В АТРАУ мобильные группы проверяют, носят ли маски пассажиры общественного транспорта, соблюдают ли санитарные нормы в детских садах, продуктовых и строительных магазинах. Наш корреспондент Гульмира Сутубаева вместе с группой проверяющих отправилась в очередной рейд. В АТРАУ время работы автобусу продлили до 23.00, обязали проводить дезинфекцию после каждой поездки, а также соблюдать все санитарные нормы. Но не все пассажиры в салонах общественного транспорта ответственно к этому отнеслись. Люди не надевают маски, а уж о перчатках и дистанции полтора метра и говорить не приходится. Даже сам водитель нарушает правила режима карантина. На сегодняшний день в регионе детские сады посещают только 30% от общего числа воспитанников. Медицинский осмотр проводится ежедневно. Дети и сотрудники с признаками острых респираторных инфекций не допускаются в дошкольной организации. Утром обязательно нашей медсестрой измеряется температура детей, осмотр детей. Ни в коем случае не принимаем детей с какими-то признаками, симптомами заболевания. Сотрудники все тоже в день два раза проводятся фильтр, измеряется температура. На период карантина в строительных магазинах введен масочный режим. В помещении в обязательном порядке должны быть санитайзеры. Также в торговых точках необходимо проводить влажную уборку. Подобные рейды проводятся ежедневно. Сегодня за нарушение карантинных норм штрафы не выписываются. Рейдовые мероприятия носят строго информационный характер. Наша цель – призвать всех соблюдать карантинные меры. Нарекания со стороны мониторинговой группы получили и в продуктовом магазине. Мобильные группы созданы не только в городском, но и в районах Акиматах. На сегодня осмотрено уже более 500 объектов. Владельцев объектов, где выявлены грубейшие нарушения, будут привлекать к административной ответственности. Штраф за нарушение санитарных норм и правил достигает до 4 миллионов тенге.